Ребята, приветствую вас на моем канале, меня зовут Валентина и сегодня я подготовила для вас модные тенденции сезона осень-зима 2019-2020. Сразу хочу сказать, это не топ 20 каких-то наиболее популярных вещей, это проработка в целом, макияжа, образа. Я пройдусь поверхностно, да, то те аспекты, которые наиболее бросаются в глаза, надеюсь, эта информация будет вам актуальна, полезна и вы оцените ее по заслугам. Итак, сегодня мы с вами обсудим маникюр, головные уборы, обувь, сумки, верхние одежды, а также цвет волос. Я заранее извиняюсь, так как я буду подглядывать в свой блокнот, здесь у меня собрана вся информация, все в голове, как вы знаете, не удержишь. Итак, касательно маникюра, выделяю 4 пункта, самые главные. Что актуально? Первое, белые ногти, полностью белые, без какого-то дизайна, без пайеток, без трасс, без перья, без ничего. Что коротенькие, либо длинные, форма тут зависит уже от того, кому какая подходит, нет какой-то градации. Кому-то овальные, кому-то заостренные, кому-то квадратные, кому-то длинные, кому-то короткие. И так главное, чтобы они были белые. Второй пункт, шоколадные. Все оттенки шоколада. Даже некоторые цвета доходят до такого, знаете, легкого бургунди, легкого марсала. И третий пункт, маникюр под цвет аксессуаров, либо под одежду. К примеру, у вас какое-то кольцо, массивное, яркое, и оно инкрустировано каким-то камнем, который переливается на солнце. Так вот, можно сделать ногти вот таким вот цветом, как этот перелив. Можно сделать, допустим, у вас в одежде есть какие-то лого, какие-то принты, такого же подобия сделать ногти. Смотрите, вот мода сейчас на такой ступени, что можно как с минимализмом быть актуальным, так и людям, которые любят экстравагантность и как-то выдавиться. То есть, сейчас дороги открыты для всех. И заключительный, самый любимый мною в последнее время вид маникюра это нюд. Вообще, в идеале, чтобы были ногти без маникюра, как будто бы они вот просто ухоженные, аккуратненькие, без заусениц, в однородного цвета. Я такие, если не буду покрывать их гель-лаком, не смогу содержать, поэтому я покрываю, но делаю их максимально вот такими вот естественными, без всяких броских очертаний. Наверное, все потому, что в прошлые сезоны осенние я проходила с каким-то буйством на ногтях. Ну, а теперь давайте поговорим о головных уборах. Итак, пункт номер один это пушистая шляпа. То, что шляпы актуальны были несколько сезонов подряд, это уже все знают. Теперь представьте ту же самую шляпу, которая была у вас, только в меховом варианте. У меня в моем инстаграм-аккаунте showroomtrendyforever есть берет меховой, я его продаю. Вот я сейчас задумаюсь, может не стоит его продавать, у нас такая актуальная деталь. Кстати, береты тоже популярны, и вот такой, как у меня сейчас надет на голове, берет по кожзам, берет твидовый. Вот как берем верхнюю одежду и такого же плана берем себе головной убор, берет, будет очень-очень круто. Итак, я уже проговорила два пункта, которые сейчас популярны. Это пушистая шляпа, меховая шляпа и берет. Следующий пункт это шапка-ушанка. Но не вот такая, какая-то, знаете, мужская, грубая, а вот шапка-ушанка, к примеру, как вот показано на картинках, с кожей, с какими-то элементами рептилий. Пусть она будет дизайнерская, пусть она будет необычная. В принципе, у меня есть шапка-ушанка серая, такая как стеганая, от Рибок. Я, в принципе, буду носить ее, наверное, в этом сезоне, потому что я смотрю, они сейчас очень популярны. Еще один пункт о шляпах, это модель под названием Федора. Можно носить ее как в классических оттенках, допустим, белая, бежевая, черная, коричневая. А можно поиграться, поэкспериментировать и купить себе шляпу Федору в оттенке анималистичном, к примеру, питон. Наверное, еще в летний период я заметила, что шляпа колокол набирает популярность. Но вот сейчас в зимнем периоде, смотрю, обороты только растут. Если летом это были более легкие материалы, то сейчас более плотные. И опять-таки, у кого выше колокол, у кого шире, в общем, разные формы присутствуют. Из прошлого сезона перетекла мода на шапку Бини в стиле, да, когда мы там гранжевые какие-то образы создаем, рокерские. Без Бини, используя шляпу колокол, к примеру, не получится до конца донести суть образа. Новинка в этом сезоне для меня это бейсболка без козырька. Такая а-ля кокон какой-то на волосах. Да, она не будет практичной и она не будет теплой, но смотрится очень-очень стильно. Мне нравится, как такая вещь смотрится в вещах спортивных. Допустим, какое-то спортивное худи, оверсайз и вот такая вот интересная шляпа. Следующая вещь, которая популярна из головных уборов, это восьмиклинка. Смотрю, вот по-разному у разного дизайнера она представлена. У кого-то между этими клиньями широкое расстояние, у кого-то уже. Кто-то на базе выходит на таких, на стандартных оттенках, кто-то добавляет яркие, игривые цвета. Ну, в принципе, необычно и хочется рассматривать. Дальше, удлиненная шляпа. Вот для меня это просто вот самое-самое интересное было. Как-то даже захотелось попробовать создать с ней образы. Я, если честно, не совсем даже представляю, как вот ее внедрять. Наверное, это один из самых новых трендов, которые еще где-то там в разделах хот-кутюр проявляют себя. Я говорила ранее, что бейсболка без козырька актуальна, также стандартная бейсболка. Но здесь уже можно, допустим, какие-то дополнения к ней. На некоторых бейсболках используются уши, на некоторых используются какие-то комбинации из перьев, из пайеток, из трасс. В общем, бейсболка можно, в принципе, и как стандартную спортивную носить, но можно и дизайнерские вещи. Давно уже по популярности пользуются вуаль на шляпе. И этот тренд перетекает в этот сезон не только на шляпках, на беретах, на шапках. В общем, вуаль у кого-то короткая, которая слегка достает до бровей, у кого-то длинная, чуть ли не по линии декольте. Ну и самый, наверное, экстравагантный пункт, заключительный по головным оборам, это асимметричная шляпа. То есть у нее могут быть поля разные, у нее могут быть какие-то детали, какие-то образы совершенно такие непредсказуемые. Чем-то отдает стиль Хэллоуина, но, конечно же, это более такой тренд не на 31 октября, а на длительный период. В общем, это для экстравагантных людей зайдет на Урал. Ну а теперь поговорим об обуви. Итак, грубые ботинки, об этом я рассказала каждый в блоге по нескольку раз. И я не исключение. Да, грубые ботинки это вот пик, писк. Просто вот чем они сумасшедше, тем круче. Ботинки белого цвета. Не только ботинки, но ботильоны, сапоги. Главное, чтобы обувь белого цвета. Конечно, я, знаете, как-то не привыкла к такому оттенку зимой, но я думаю, что можно будет как-то обыграть. Интересно. Третье. Сапоги трубы. Это тоже ни для кого не новость. Много брендов выпустило. Если не брать, допустим, какие-то дорогие, то у масс-маркета можно найти очень доступные аналоги. Тут главное, чтобы голенище было такое, не облегало щиколотко, а свободно струилось. Четвертый пункт, тоже уже не первый год популярен. Это сапоги казаки. Высокие, короткие. У кого-то заостренный носок, у кого-то он с такой квадратным окончанием. Тоже кто какое любит. Пятое. Анимализм в обуви. Ну, допустим, питоновые сапоги, коровьи расцветки на ботинках, змеиный принт, леопардовый. То есть, все как было уже несколько сезонов подряд, теперь тоже популярно. Но вот сейчас я заметила такую изюминку. Берут анималистичные принты, добавляют на обувь, которая не актуальна. К примеру, как на картинке платформа и толстый каблук. То, что сейчас не модно. Но за счет того, что такой принт здесь, и за счет того, что сочетание разных принтов верха и низа, то смотрится очень даже унаура. И в этом сезоне викторианский стиль очень актуален. И вот ботинки в викторианском стиле, ой-ой-ой, какие же они роскошные. Видела несколько лукбуков подборку, когда вот такие вот ботинки носили с джинсами. О, это смотрится нечто. Я почему-то для себя рисовала воображение, что вот такая обувь будет смотреться с платьями в стиле этой же эпохи. Круто. Но, вы знаете, нет. Мне нравится, как вот их еще используют в рокерском стиле. Попробуйте поиграться в сочетании цветов и стилей. Я думаю, вы оцените. Как-то мы резко так скаканули с головных уборов, с ногтей на обувь. Давайте поговорим о волосах. Первое. Сейчас очень популярны русые волосы. Натуральные волосы. Ни какие-то там не тонированные, ничего. Какие дала нам природа. Главное, конечно же, правило, чтобы волосы были ухожены. Второе. Огненно-рыжие. И даже вплоть до красноты. Вот такой вот спектр от оранжевого, как у Джокера, да, кто смотрел фильм Джокера, поймут, до такого прямо вот вырви глаз, как у Мелефисенты. В общем, следующее. Отросшие корни. Вы знаете, я заметила, возможно, это совпадение. Мы с мамой идём по улице. Она говорит, что тут так много отросших корней. Хотя у меня у самой отрастают корни. Да, у меня сейчас такой остаток амбре. Вот, ну прям очень бросается в глаза. Но здесь вот тренд говорит о том, что отросшие корни, чтобы слегка, а не как вот по 5-10 сантиметров, вот буквально там до 2 сантиметров. И желательно, чтобы контраст был. Допустим, чтобы сами волосы были перегендрольно-белые, белоснежные, а концы такие вот ближе к чёрному. И, конечно же, чёрные волосы. Прям чёрные, как смоль. Но не воронье крыло, а вот такой вот настоящий благородный оттенок. Конечно, такие вот восточные девушки сразу приходят на ум. Красиво смотрятся. И заключительный оттенок по волосам, который популярен, это пепельный. Можно даже с такой вот фиолетовой дымкой. Как-то одно время я любила этот цвет, но потом пришло какое-то у меня осознание, что свой родной оттенок я люблю больше всего. Поэтому сейчас и стремительно иду к тому, чтобы отрастить его. Ну, а теперь давайте поговорим о верхней одежде. Итак, пункт номер один. Это жемчужно-белое пальто. Если в прошлом сезоне мы все массово гнались за бежевым пальто, то в этом сезоне фасон, в принципе, остаётся прежним. Это А-образный, либо это оверсайз, либо как с мужского плеча. Но вот, что касается оттенка, он должен быть светлее на несколько тонов. Бежевый такой вот, молочный, белоснежный это вообще в идеале, но я и знаю, что белоснежное пальто это ой-ой-ой, как непрактично. Следующий пункт это кожа. Кожаные тренчи, толтал кожаный лук. Конечно, это один из моих фаворитиков. Люблю я кожаные вещи. Не обязательно, чтобы это было однотонно. Например, можно кожаный тренч какой-то, леопардовый, соединить несколько пунктов модных воедино. Будет очень круто. Опять-таки, я заговорила за анималистичный принт. Третьим пунктом у меня вообще честился он, что вот леопардовые, коровьи, змеиные, все-все-все вот эти вот интерпретации очень и очень популярны. Можно, чтобы это была куртка, можно, как я говорила, тренч, может быть, пальто, может быть, какая-то деталь, куртки либо на тренче из этой расцветки. Четвертый пункт – это кейпы. Не обязательно кейпы пальто. Это, может быть, кейпы пуховики, кейпы короткие, кейпы длинные, однотонные, в клетку, разноцветные, кому как нравится. Пятый пункт – пуховики. И вот, наконец-то, наступил период, когда дизайнеры отошли от гиперразмеров пуховиков. Хотя я совершенно с этим не согласна. Я очень люблю пуховики и одеяла, и мне в них мега-мега комфортно. Но вот, к сожалению, дизайнеры начали создавать уже модели более минималистичные, и они делают акцент на спорте. То есть вот такие вот пуховики спортивного стиля в классическом виде. Допустим, с костюмами классическими, с брюками, с юбками. Если выбирать себе еще пальто, то стоит обратить внимание на клетку, расцветку. То есть пальто в клетку – это ой, как популярно. Тоже размер ее не имеет значения. От какой-то минималистичной, там вплоть до гусиной лапки, заканчивая квадратами невероятных размеров. В то время многие дизайнеры делают акцент на искусственном мехе. И вот разные ворса. У кого короткая, у кого длинная, у кого как Тедди. Совершенно разная расцветка. Комбинация из разных мехов. Ну, здесь вот как буйство. Буйство по-другому не назовешь. Красиво, стильно, интересно. Я стараюсь говорить как можно быстрее, чтобы успеть записать это видео, пока есть хоть какое-то освещение, потому что меня сутбоксы не спасают. Как-то я не успела. Ладно, не будем об этом. Мы сейчас будем говорить о пункте, который мне наиболее нравится. Итак, это сумки продолговатые. Она может быть совсем длинная-длинная, может быть не слегка продолговатый прямоугольник. У него могут быть разные стороны, разные расцветки, может из нескольких фактур заключаться. Я просто с таким удовольствием наблюдала вот эту коллекцию. Я ужасно хочу себе продолговатую сумку. И ручка. Ручка может быть как короткая, так и длинная. Но предпочтение, конечно, дается тем сумкам, которые носятся под плечом. Следующий пункт – это меховые либо плюшевые сумки. Я просто влюбилась. Все сумки, которые я буду показывать вам в этой подборке, я все хочу себе просто. У меня слюни текут на них. Я влюбилась. Хотя у меня есть много аналогов, есть подобные варианты. Но мне с таким восторгом смотрю. Третий пункт – это микросумки. Вот, кстати, еще ни одной микросумки у меня нет. Я считала, что это бесполезная вещь. Но сейчас понимаю, что они будут прекрасно обыгрывать образ до конца. Завершать его, делать его каким-то вот таким вот утонченным, изысканным. Четвертый – стразы, блестки, пакетки. Ну, вот это вот все мое. Все такое вот навороченное, передуманное, экстравагантное. С удовольствием смотрю. Один пункт, который, я чувствую, у меня будет работать очень и очень актуально. Это несколько сумок вместе. Маленькая, чуть больше, еще больше. Маленькая, средняя. Сумки могут быть однотонные, одной расцветки. Могут вообще быть из разных опер. Можно их носить вот так вот все вместе три. Можно там одну на плечо, другую в руках. Вот я чувствую скоро мой красный рюкзачок, который мне пользуюсь очень-очень активно, уйдет в никуда, в небытье, потому что я вот нагребу вот так вот сумок и буду ходить. Можно использовать эко-сумки. Можно кожаные, в общем, фантазия включается и хватаем. Дутые и стеганые сумки. Тоже, может, какие-то минималистичные, можно какие-то суперобъемные. У меня, кстати, уже несколько сезонов подряд возвращается в моду моя сумка Adidas. Она вот такая дутая, объемная. Вот я ее купила давненько, конечно, но вот уже смотрю по циклам моды, она уже несколько раз была в трендах. И вот сейчас она мне тоже будет спасать. Кстати, вот дутые и стеганые сумки покупать не буду, потому что у меня есть эта. И еще один пункт, который очень нравится. Ироничные сумки. Комичные, забавные, какие-то вообще непонятные, как будто бы нарисованные, придуманные. Вот, знаете, такое немножко детского мира в повседневную жизнь. Представьте какой-то строгий костюм, и тут такая сумка. Очень, мне кажется, будет круто смотреться. И заключительный пунктик это сумки торпы. Ну, тоже они с лета уже перекочевали. Здесь нет каких-то градаций по размеру. На сетке и большие, и маленькие, однотонные, под питона. Чтобы ремешок был тканевой, цепь, меховой. В общем, буйство. На сегодня я буду заканчивать. Надеюсь, подборка была для вас интересная. Надеюсь, я вдохновила вас, вы потерпнули полезную информацию. Не забывайте подписываться ко мне на канал. Не забывайте про мои аккаунты в социальных сетях. Мои инстаграм-аккаунты шоурум. Спасибо большое, что вы досмотрели до конца. Оцените это видео лайком, либо тизлайком. И напишите в комментариях, какой тренд вы будете носить, а какой совсем вам не подходит. Еще раз благодарю вас, что вы были вместе со мной. Пока.